Привет всем! Наконец-то уже приближается Новый год, мы уже чуем его запах, и с девочками-мамами-блогерами, с кем мы общаемся, мы решили сделать новогодний обмен посылками между друг другом, благодаря жеребию. И мне присылают кто-то посылку, но я не знаю кто. Поэтому это очень много сюрпризов, и обязательно уже начинайте смотреть эти видео. Что? Весь список новогоднего нашего обмена и мам-блогеров вы увидите в инфобоксе. Итак, приступим. Когда я ее открыла, я сразу же поняла, кто это. Потому что среди нас, конечно, много, наверное, талантливых по-своему девчонок, и кто-то что-то умеет руками, и, в общем, разный среди мам у нас контингент. Вот, но когда я увидела вот этот портрет, я сразу же поняла, что кроме Даши Краус так красиво и так талантливо нарисовать меня никто не сможет. Действительно, ну вот, ну блин, вот вы посмотрите, какая это красотища. Даша, я не знаю, как тебя поблагодарить. Дашуль, я тебе желаю в новом году всего самого-самого хорошего, чего ты заслуживаешь, чего ты достойна, чтобы твой талант еще больше развивался, чтобы ты черпала всегда вдохновение для новых каких-то картин, не только наши просьбы вот эти. Вот, я тебе всего самого-самого хорошего желаю, и в твоей семейной жизни, и Софиечке обязательно твоей здоровья, процветания, чтобы она мамочку радовала, и ты, конечно, чтобы ты всегда была неунывающая, всегда такая же красивая, открытая, искренняя, с таким суперским чувством юмора. Я тебя вообще очень люблю, и очень рада, что наш чат так нас объединяет, и я с тобой познакомилась. Даже вот при том, что мы вживую незнакомы, я к тебе очень-очень прониклась, и спасибо тебе огромное за вот этот подарок. Он, наверное, ну, я еще не знаю, я, честно, я еще ничего не открывала, просто первое, что я увидела вот это, и сразу поняла, что это ты. Я тебе шлю тысячу поцелуев, спасибо большое, это очень круто. Это будет висеть на самом винном месте. Вот. Так, потом новогодняя игрушечка вывалилась тут у меня. Потом от души... Вот, что самое главное, что у нее каждой вот этой посылочки, здесь их много, здесь почти 4 килограмма, все завернуто в бумажку, все завернуто в... Везде вот эти бантики, везде все от души и для души. Так, сейчас мы посмотрим. Милая вещица всегда с тобой, написано. Так, сынок, что это такое? Сейчас мы откроем. Степа накинулся на посылку, как только увидел, что я принесла ее. Ну-ка. Ой, это новый очешник! Круто! Слушайте, спасибо даже. Ты знаешь, я очкарик, поэтому мне это очень-очень надо. Спасибо тебе большое. Смотрите, какой красивый расцветка, какая красивая и необычная. Очень классная. Ну, все, ну, поиграй. Только никуда не дей. То он любит куда-нибудь спрятать. Ой, я вообще, пока открываю, сейчас вам расскажу. С моей посылкой намного все скромнее. Я очень люблю дарить подарки. Все мои друзья и подружки знают об этом. Но сначала я училась. Потом я осталась одна со Степой. И просто не было физически, во-первых, некому его было оставить. И он мне не давал вообще ничего посмотреть в магазинах. То есть моя посылка очень скромная. И мне очень как-то стыдно, когда я особенно вижу у нашей Риточки, чья инициатива вот этого обмена. Это и Рита Ирыльникова. Мамочка шести сыновей. Я ее очень тоже люблю, очень уважаю и буду готова о ней говорить бесконечно. Это ее инициатива сделать вот этот обмен. И у нее огромная тоже посылка. Просто гигантских размеров. Вот. И я когда ее увидела и уже отправила свою, думаю, блин, я такая ловушка. Я такую маленькую посылку собрала. Ну, действительно, у меня просто мило физически как-то так. Ну, она уже время поджимала. Так, это... Ой, смотрите-ка. Это, в общем, книжечки. Смотрите, какие. Это Маяковского. Книжечка. Тут только отсвечивает. Степа, смотри, новые книжки. Степа обожает книжки просто. Смотри, слон. Слон. Крылова. Ой, какие красочные. Крылова. Смотри, лев. Тут лев. Ты видишь? Так. А это водой раскрашивать нужно. Ой, круто, слушайте. Это как раз нам прямо сейчас как раз. Это что, раскраска? Тут у нас что написано? Тоже от души для души. Сладкий сувенир для сладкой девочки. Сюда у нас какие-то конфетки. Ну-ка. Как они все аккуратно сложены. А так все с любовью, с такой душой прям. Ну, так приятно. Ой, это киевский подарок. Истинно киевский подарок такой. Такие конфетки. Смотри. Прям не хочется их открывать. С пейзажами Киева. С соборами. Да, сынок? Что там такое? Степа всем обложился. И не знаю, за что хватать все, что я ему новое даю. Вот. И книжки здесь, да, сынок? Слушайте, ну она просто какая-то бесконечная. Так. Какое-то безграничное счастье. Ой, смотрите, как классно. Это, я так понимаю, скорее всего, это ежедневник. С узорами. Украинскими узорами. Посмотрите, какая красота. Я уж как величка прям заслужила такой подарок. Класс. Да. Я как раз очень хочу ежедневник. Я их каждый год покупаю, но я их никак не веду. Но вот этот уже у меня двойной стимул будет. Так что такой ежедневник. Блин, это просто какой-то кошмар. Мама! Ой, Фраше, я обожаю. Кстати, это вообще суперское молочко. Мы им с мамой очень давно тоже пользуемся. Вообще. Ой, спасибо большое. И мой любимый запах. Ну, как ты узнала? Это мой любимый запах Вейфроша этого геля для душа. Я обожаю его. У меня даже, кстати, сейчас заканчивается. У меня есть точно такой же, и он сейчас заканчивается. Спасибо большое. Сынок. Блин, сколько-то всего здесь. Тут чуть-чуть все сворнуто. Сынок, а это твой любимый жираф. Смотри, какая игрушечка. Она деревянная вся, вот гнется, и все. Смотри, какая она что-то делает, что ли? Что-то здесь какая-то штучка, нет? А, вот так. Смотри, какая красивая. Здесь еще все в мешуре в этой коробочке. Все украшено. Так, это, я так понимаю, что-то для лица какая-то. А, это чистое лицо. Очищающая пенка для умывания для всех типов кожи. Как раз я сейчас ищу какое-то новое средство. Спасибо большое. Попробуем, обязательно потом расскажем все впечатления. Это главная изюминка-подарка. Если вы еще не знаете, но ВКонтакте у меня ник Ксюня Изюминка. И знают, конечно, об этом достаточно узкий круг людей. А, не, ну почему Инстаграм? У меня тоже изюминка Ксю. И она мне целую банку изюминок прислала. Главная изюминка-подарка. Мыльца. Смотрите, какое мыльца. Пусть не пахнет. Ой, еще игрушки, слушайте. Игрушечки. Новогодние. Скоро будем нарыжать елку. На самом деле, моя посылка пережила вообще очень нелегкий путь от Киева до Москвы. Такой медвежонок, да? Ты мишка? Не шутка, да? Моя посылка пережила нелегкий путь от Киева до Москвы. Потому что что-то там, в общем, с почтой случилось. И ей пришлось это отправлять каким-то курьером, который едет из Киева в Москву. Здесь у меня Степа болел. Я не могла никуда... Ну, в общем, она обратилась ко мне за помощью встретить эту посылку. Я еще не знала, что это мне. Я не смогла, потому что у меня Степа заболел. Поехала наша Света Бесярина. Забрала эту посылку. Поехала к себе домой. Отправила это по почте из бронниц ко мне. Ну, то есть, это вообще, эта посылка, я не знаю, золотая уже. Ой, это ты сама делала? Слушайте, смотрите, открытка, ручная работа. Смотрите, какая красота. Вообще. Талантливый человек, талантливый во всем. С Новым Годом! Желаю процветания во всех делах, ярких эмоций, искренних улыбок, достижений целей, здоровья всей семье, красивой судьбы и роста каналу. Спасибо большое. Ксюшенька, ты прекрасный человек, и я рада, что являюсь твоей новогодней феей. И я просто счастлива, что ты моя новогодняя фея. Спасибо тебе большое. Что-то еще откупает эта масочка. О, и маска. Вы знаете, что я вообще фанат масок. Обязательно ее тоже попробую. Дашечка, спасибо тебе огромное. Вообще, у меня нет слов, насколько ты с душой все собрала. Здесь и украинский колорит. И отдельное внимание Степочке. И просто портрет, ну, просто очень красивый. И видно, что ты искренне хотела мне подарить. Вот, его. Ну, здесь все, да, и для красоты. И еще целая банка изюма. Вообще, ну, теперь мне быть изюминкой до конца моих дней, я чувствую. Спасибо тебе огромное. Переходите обязательно по ссылочкам и по остальным девочкам. Смотрите, какие посылочки и какие новогодние феи посылочки свои отправили другим. Всего вам хорошего в новом году. Я всех очень люблю. Дашечка, спасибо тебе большое еще раз. Пока.